Всем привет, мои хорошие! С вами Майка Емель и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео необычного формата. Вы знаете, когда я поступала в университет, это было 5 лет назад, мне очень было интересно, чем же школа отличается от университета. И где-то, наверное, полгода в моей голове есть эта мысль снять отличие школы от университета. Мне кажется, тем, кто еще не поступил в университет, будет очень интересно узнать, как изменится их жизнь при поступлении университета. Давайте сегодня поговорим о 8 отличиях между школой и универом. Итак, первое, что мне бросилось в глаза, так скажем, когда я зашла в аудиторию и села, это то, что с нами, со всеми говорили педагоги чисто на «вы». То есть никто тебе не тыкает. Например, в школе тебя могут отругать, сказать тебе какое-то нелестное слово, и при этом все это они выражают со словом «ты». Ты не пришел на урок, ты не принес дневник, ты плохо написал контрольную и так далее. В универе вы такого просто не увидите, потому что к вам относятся с большим уважением и на «вы». В основном педагоги не позволяют себе ненормативную лексику как-то обижать, оскорблять студентов, потому что это уже не дети, а взрослые люди. Второй миф, с которым столкнулась я. Когда я заканчивала школу, все учителя в один голос говорили о том, что «Айка, какие оценки у тебя будут в аттестате?» Это и является самым ключевым фактором, когда будешь поступать в университет. Ну и что, что есть вступительные экзамены, но все в универе обращают внимание на твой аттестат. И мы все дружненько ходили и дарили подарки нашим учителям, чтобы они ставили нам хорошие отметки. Также, конечно, мы занимались, старались, чтобы там не было троек в аттестате. Конечно, у меня такое не получилось, тройка у меня все-таки есть, но все же. Когда я повзрослела, поступила в университет, я поняла, что это полнейшая чушь, которую каждый учитель нам твердил на протяжении двух лет. 10-11 класс. Двоечникам с последней парты говорили, что «Слушай, с таким аттестатом, который дадим мы тебе, ты даже не поступишь в ПТУ, не то что высшее учебное заведение, так что, пожалуйста, забудь». И мы реально в это верили. Но я проучилась в универе 4 года на очном отделении, но ни один из педагогов не попросил у меня аттестат и даже не спросил, с какими вступительными баллами я поступила в универ. Это реально для меня был шок, но факт остается фактом. Главный момент поступления в универ – это вступительный экзамен. Исходя из этих баллов, вы получаете вакантное место в любом универе. Так что сильно не запаривайтесь по поводу аттестата, все это полнейшая фигня, но, по крайней мере, я исхожу из собственного опыта и говорю вам. Возможно, вы живете в другой стране и у вас как-то все это устроено по-другому. Я говорю про свой опыт. Третий момент. Ты не пришел на урок в школе, все учителя начинают тебя расспрашивать, где же ты был, ты сегодня себя прекрасно чувствуешь, что-то не похоже, что ты вчера болела. Принеси-ка ты справку. В универе все наоборот. Ты можешь прям у носа декана взять и уйти с урока, отлично себя чувствуя. Просто потому, что у тебя есть еще НБ. НБ – это то есть не был на уроке. По каждому предмету, например, ты можешь 7 раз не прийти. Число пропусков зависит от часов. Сколько часов этот предмет занимает у тебя в графике. Чем больше часов, тем больше ты можешь пропускать. Поэтому некоторые парни у нас в университете просто приходили рядом с учителем, считали свои НБ. Например, ученик знает, что по этому предмету можно 7 раз не прийти. Он видел, что он 5 раз уже не пришел, 5 штук НБ у него стоит. Значит, он со спокойной совестью может идти куда-то в пивнушку, посидеть там, пообщаться с друзьями и так далее. То есть с чистой совестью он может не прийти на урок, и никто за это ничего ему не скажет. Но только если ты неправильно посчитаешь и перелимитишь этот лимит, так скажем, то есть можно 7, а то уже 8 раз не пришел. Вот тогда начинается самое интересное. Тогда тебя не допускают до экзамена и считай провал. Дальше мы об этом чуть подробнее порассуждаем. Четвертый момент. Если в школе за плохие оценки, за неуспеваемость, за хамство вызывали родителей, то тут можете обрадоваться, ваших родителей не вызовут, потому что ты уже совершеннолетний и сам несешь ответственность за свои действия. Если ты не готовишься к урокам, это сугубо твои проблемы, и никого это не волнует, всем просто плевать. Потом, когда будут экзамены, вот тогда у тебя начнутся проблемы, потому что ты в течение семестра ничего не учил, в результате чего на экзамене получил, например, двойку. И, к сожалению, в этот момент ты должен расплачиваться денежками. Пятый момент. Пожалуй, с него стоило бы начать, потому что в школе мы привыкли, что у нас уроки 45 минут. В универе немножко по-другому. Здесь 80 минут, и это уже не называется урок, это уже пара. Если честно, на первом курсе мне настолько было трудно сидеть эти 80 минут, они казались просто бесконечными. Ты просто настолько привык, что урок длится 45 минут, что 80 минут для тебя была просто каторга. Ну, ко всему можно привыкнуть, и потом уже на третьем курсе для меня 80 минут проходили буквально за полчаса. Дальше идет шестой пункт. Его, к сожалению, я не могу отнести, например, к России, к Украине, потому что у них немножко все по-другому. Хотя, может быть, сейчас уже так же, как и у нас. Следующий пункт это одежда. В универе ты можешь одевать все, что ты хочешь, краситься, как хочешь, наращивать ногти такого размера, который тебе нравится, приходить даже в тапочках, в шортиках. Это твое личное дело, и никто не будет вмешиваться. Это очень круто. Но в школе у нас наоборот. Ты должен ходить в дресс-коте, в форме, и не дай бог ты придешь, не знаю, с ярким макияжем или, например, в шортах, тебя сразу отправят домой смывать макияж, переодеваться и потом приходить в школу в нормальном виде. Ты что, с ума сошла? Это что такое? Ты забыла, куда ты пришла? Ты с ума сошла? Иди домой. Твои родители знают о том, что ты приходишь в школу в таком виде. Вот это вот вы не услышите в универе. Следующий, седьмой пункт, предпоследний. Ты не чувствуешь в универе разницу между первокурсниками и, например, четвертым курсом. Вы как будто одна команда. Также нету двоечников, которые сидели на задней партии. Коллектив более такой цивилизованный, если так можно сказать. Я не знаю, как сейчас, но когда я поступала пять лет назад в западный универ, в частном универе были все такие более-менее культурные, цивильные. Это кардинально отличалось от школы, в которой я училась, потому что где-то 30% ребят, которые учились вместе со мной в школе, их уже, естественно, в универе не было, так как не все поступают в универы, тем более в хорошие. Кто-то пошел в колледжи учиться, кто-то вообще решил не поступать. В общем, коллектив у тебя более цивильный. Другой, в общем. Вы взрослый, и когда ты общаешься с первокурсником, когда сам, например, на третьем курсе, ты не чувствуешь, что он сильно младше тебя. То есть плюс-минус одно и то же. А в школе, например, если ты учишься в шестом классе, общаешься, например, с девятиклассником, ты чувствуешь себя реальным богом, таким крутым парнем. Здесь такое не прокатит. И восьмой, наверное, самый главный пункт, это то, что в универе ты учишься исключительно для себя. Если в школе какие-то предметы, например, в жизни тебе абсолютно не нужны, тригонометрия. Вот я учила математику, учила тригонометру. Если честно, никогда в жизни, в работе, хотя я экономист, моя работа связана с расчетами и так далее, вот ни разу никогда мне не понадобилась тригонометрия. В универе немножко посложнее. То, что ты учишь в универе, тебе понадобится в работе, особенно если ты поступаешь, например, на мед. Вот если ты не будешь учиться, какой смысл потом искать работу, если ты не знаешь азы, не знаешь самое главное. Поэтому в универе студенты учатся исключительно для себя. И, кстати, я забыла один пункт, самый главный, наверное. В школе тебя зовут учеником, в универе ты студент. А между этими процессами ты абитуриент. Если сравнивать мой опыт обучения сначала в школе, а потом в универе, мне больше нравится обучение непосредственно в универе. Потому что в универе тебе объясняют не только твои обязанности, но еще и твои права. На что ты имеешь право? Когда ты учишься в школе, такое ощущение, что ты всем вокруг всегда должен. Это не круто на самом деле. И последнее, что я вам хочу сказать, когда я заканчивала школу, все учителя говорили о том, что вот вы заканчиваете школу, вы будете об этом жалеть, вы годами будете вспоминать, какие крутые были школьные годы. Вот когда мне было 5 лет, это были крутые годы. Но школьные годы я не могу назвать прям такими крутыми. Может быть у вас было по-другому, пишите обязательно в комментариях. Но для меня это было обычные времена, закончилась школа, и слава богу, теперь я могу делать то, что я хочу, краситься как я хочу, нету учителей, и все окей. И когда я заканчивала универ, нам то же самое говорили, вот будут времена, вы так будете скучать по универским годам. Я лично не скучаю ни по школе, ни по универу, и мне круто, что это все закончилось, наконец-то, реально. Я, конечно, понимаю, что это видео будет интересно далеко не всем, и если честно, когда я поступала в универ, я в ютубе искала подобное видео, мне было настолько интересно, вот какая разница между школой и универом. Только заканчивала школу и думала, что же нас ждет, а как же будет, а что, а как в фильмах. Поэтому я думаю, что это видео для вас было хоть немножечко информативным. Если вам оно понравилось, то пишите, пожалуйста, в комментариях, я вам составлю вторую часть. На этом все, с вами была Эка Эмили, всем пока!